Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию нимфу, которая работает именно сейчас. Я ее изготовлю в том варианте, в котором она была опробована, но с небольшими изменениями, учитывая то, что сильно огружать ее нежелательно, вернее, само тело, так как тело должно быть тонкое и прогонистое. На предмет изготовления, похожее, как чешская нимфа, классическая. Но с моими такими доработками. Я взял два вот таких шарика, которые нашел с трудом. Это вольфрам цвета под серебро. Если у вас есть, допустим, такие, золотистого или же белые, то есть любой цвет, который будет подходить, но диаметр шарика должен быть меньше, чем 2,5 мм, так как крючок у нас 16-18 номер, и тело должно быть соизмеримо с нашими шариками. Теперь давайте приступим дальше. И спереди для изготовления чехлика и грудки я закрепил кусочек пленки. В качестве задатков крыльев у меня имеются вот остатки перьев, вот такие флюо. Оторвем по щепоточке и сразу за первым шариком закрепим с вами с одной и с другой стороны то количество, которое вы выберете для себя лапок. Приблизительно вот так мы должны с вами разместить лапки. И потом, когда будем двигать наш второй шарик вот так, мы с вами выставим лапки, как нам положено. Главное выбрать их количество и закрепить. Стараться сильно здесь не проматывать. Я закрепил хвостик из этих же шастатков. Длина хвостика должна равняться приблизительно длине тела. И закрепил вот такой обыкновенный люрекс. Как вы видите, лапки наши уже почистали так, как нам нужно. И теперь остается только лишь изготовить нам тело. Тело мы с вами будем изготавливать. Я беру вот набор даббинга, близкий такой к серому цвету. То есть наша нимфочка должна быть не сильно и контрастной, и в то же время должна быть яркой. Промажем клеем, ваксой нашу ниточку и изготовим даббинговую нить. Значит, тело должно быть тонкое-тонкое, насколько вот возможно. Желательно совсем-совсем по чуть-чуть, так, чтобы не нагромождать. Оно должно быть прогонистым. Насколько возможно, чтобы была тоненькая. Вот, приблизительно вот так. И начинаем теперь от хвостика изготавливать наше тело. Вот, друзья мои, мы с вами подвернули пленочку. Никаких сзади зачатков крыльев не делали. Вот такой чисто ловчий вариант, который с минимальным количеством детализации. Учитывая то, что два вольфрамовых шарика имеют очень хорошую огрузку, наша нимфочка будет идти немножко необычно, чем она, собственно говоря, и привлекает рыбу. Если нет у вас, попробуйте изготовить это несколько по-другому. Ну, принцип вам в основном понятен. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...